Ладно, это было стремновато. Это было очень стремно. Ну, была, и что? Я вообще не знаю, как дети выживают, честно. Что не знаю, того не знаю. В плане... Мне кажется, в детстве тебя может убить всё просто. Каждый миллиметр. Я не знаю, как я выжила, как вы выжили бы. Это невозможно. По стройкам столько лазить, ещё каких-то, не знаю... Так я не умерла. Только ногу ломала, и всё, один раз. А так, пипец. Так. Это похоже на... Типа, обязанности. Там, ну, расписано, когда завтрак, когда спать, когда что. И обязанности Грега быть с ребёнком. Классная обязанность. Просто вообще. Итак. Наверх, что ли? Окей. Это очень полезная информация. Вау. Крутая комната. Не знаю, почему она... Она не в японском стиле, вообще ни разу. Но мне навевает вот эту вот неоновую Японию, короче, по цветам. Где-то ближе по узорам к Индии. Кстати говоря, карта Индии передо мной. Что могло бы быть более очевидным? Итак, что у нас здесь? Здесь, здесь, здесь. Ковры, ковры, ковры. О, смотрим. Такое странное имя. Никогда не слышала. И что нам надо нажать, посмотреть, увидеть? А, кто? Я думаю, любой может быть учителем английского в Индии. Луис was born a year later. Окей. И мы сейчас ищем кого? Точно не ищем. Наверх, да? Она сказала, что... Когда мой папа умерла, я не думаю, что мама знала, где-то еще надо. Потому что она перебралась наверх. Я уверена, Эдди была рада, что она была верна. Угу. 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 Я вообще в шоке, как он у вас стоит. Он такой странной конструкции. Просто милепый. Но прикольный. А это типа кабинет. Классненько. Вот поэтому там внизу была доска. Уже у нас были отсылки к учителю. Мне интересно, сколько я дофигища пропускаю в этой игре. Я уверена, что здесь столько отсылок, столько всего интересного. И возможно, какие-то еще уточнения к сюжетам есть. Так как я просто иду вперед. Я ничего этого не вижу. У меня вот интересно, что в этой игре есть. Потому что я вначале пыталась что-то рассматривать, сейчас я просто двигаюсь, все пропускаю. И вот я прям чувствую, что что-то вот что-то от меня устальзает. Эдит Финч. О! Прикольно. Прям стенгазета. Да ладно. Я про крест на стене. Неожиданно. Открываем дверь. Замок? Это замок? Типа ты владею на ком-то? Или ее? Секунду. Кто такой? Не дошли. Мы еще вообще-то не дошли до него. Должны что-то здесь увидеть? Видимо, нет. В зиму мы должны просто обойти это. А вот же. Опа. О! А вот эта картина, она же заставки игры, нет? Вот это вот. Или что-то похоже, короче, в игре я видела, когда я даже не могу нащупать это в своей голове, но что-то связано с игрой я видела, короче, эту картину где-то. Я думаю, Иди была счастлива, наконец-то найти другого художника в своей семье. Чудит, художник. Кстати, миленько. Мне бы хотелось и такой домик. Не домик, а вот эту вот штуку. Чисто с окном, видом на море. О, как вытрясающе. Боже мой. Кровать, куча книг. Выход, чтобы увидеть звезды, охренеть просто. Пожалуйста, кто-нибудь построите мне такую же. Я, я... Сколько это стоит? Сколько денег вам надо? Проскажите. Возьмите мои деньги и дайте мне такую штуку. Офигеть, как красиво. О, Боже, как это невероятно. Ладно, судя по следам, я вижу, что какой-то пошел наверх. И мы тоже туда идем. Вау, просто. Фигеть. И все это так близко к твоему дому. То есть ты можешь пойти, то, не знаю, позавтракать, а потом прийти сюда в свой этот был такой. Даже не знаю, как это назвать. И луна. Ой, еще тихо. Я сейчас обзавидуюсь и не знаю. Я всегда хотела жить под крышей, чтобы у меня окна были, знаете, под углом, потому что у них лучше смотреть на небо. А тут прям все просто стеклянный такой купол. Спокойно, господи. Как не завидовать мертвому персонажу в игре? все. Это разбило мне сердце. Тут еще красочки всякие. У меня, кстати, у самой полно красок, которые я даже не открывала. Потому что настолько, с одной стороны, хотела стать художником и пыталась, а с другой стороны, настолько был большой страх испортить дорогие краски, что они до сих пор у меня не открытые лежат и, наверное, уже испортились, если краски могут портиться. Ну, блин. Блин. Короче, как-то так. Итак, идем сюда, смотрим. У нас опять будет ждать сейчас Великий Приход. Ну-ка. А, книжечка такая. Ну-ка. Давай. Как тебе? Ага, вижу. Ну, ты милая. Что? Очихнуть? Очихну? Обождите. Что-то очень странное. Ты его сейчас нарисуешь? Так. Это было очень неожиданно, странно, быстро. И я надеялась на что-то более разогнутое. так еще раз. И все? Это все, что ты мне скажешь? Я как бы настаиваю на том, чтобы нам рассказали о том, что с ним случилось, а не просто он исчез. Ребят, вы столько способов смертей вообще придумали? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь просто смертей вы придумали. И сейчас вы просто вкидываете он исчез. Как хотите. Мне кажется, здесь есть какие-то отсылки к маленькому принцу или какому-нибудь королю, судя по изображениям с короной. Не могу правду ловить, что конкретно, но я чувствую, что они есть. Что, спускаемся вниз? запечатала двери. А, в смысле, мы их сейчас можем открыть? Нет? Или мы можем к этой вот штуке подойти? Не-не-не, в смысле, она эти двери запечатала, отняла. Тогда что, мы выходим также через окно? Так, не надо мне пугать вашими чудовищами, ладно, в доме, никого здесь нету. Я надеюсь. Боже. Так, ну, я все обошла, ребята. Обождите. Офигеть, вы прикиньте, какая, как, 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 я, ага, заикаюсь. Прикиньте, с одной стороны такая офигенная луна, морюшко, и все такое, а с другой стороны эти туманные горы. Ой, сколько надо денег, чтобы просто там один раз приночевать? вот серьезно. Найдите мы такое место офигенное. Сумас идти. Это офигенно. Ладно, мы идем, 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 идем дом наверх или куда? Наверное, наверх еще? Да, нас пускают вверх. Эди и Льюис. Мы уже на Льюиса перекинулись. А почему-нибудь Эдди? Ладно, сейчас узнаем. Я периодически смотрю, кто есть кто, потому что, ну, я их все еще не выучила. В отличие от Расти Лэй Крутс, там почему-то все понятно, и фиг их забудешь, этих ребят. Го дальше. Перекинулись уже на другого брата. Прикольно, да? Сидишь такой в комнате, а потом на заводе работаю. Так, я понимаю, нам надо обойти сюда. Залазь, беременная малолетка. Я не могу пережить то, что она беременна. Не могу. Просто не могу. Но виды потрясающие. Ух. Так, открывай. Открывай. И залазим, чтобы встретить еще одну смерть. Что, клиентчик? Милтон. Круто. Так сказать, продолжаем тему Индии, которую начала мама. Ой, это приставка какая-то. Видик. То есть, Вандерленд. Окей, Вандерленд. И что у нас еще? Два Моника. Это вам не хухры-хухры. О, естественно смотреть. Подождите, а я думала, мы можем что-то... Луис и я spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Ну ладно, как можно играть в игры фигово. Мне кажется, в играх это самое самое простейшее, где не надо таланта никакого иметь, это игры компьютерные. Потому что, что бы ты ни проходил, ты можешь пытаться много раз и у тебя в конце концов получится. В жизни так почему-то не бывает. Вот только в играх ты можешь много раз пытаться и в конце концов у тебя точно получится. То есть, не бывает прям отвратительных людей в играх. Ну, не бывает. Но я не видела таких, я не знаю таких. Все люди, блин, умеют играть в игры. Если уделят этому достаточное количество времени хотя бы и не будут бояться. окей. Смотрим. Доставай. Найс, логотип. О! 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 Мать! Боже! Я просто когда видела кровавенную руку я чуть не... не... Он kept working at the cannery. Как тебя там? Так? Будет? Но он withdrew часть себя. Ээээ... На какого кнопка нажимать? Эй! Рука! Ну, все, геймога. Что такое про людей, которые не умеют играть? Ясно. 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 Ёхо! 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 В наших сессионах я увидел то же самое поведение. И наш хосян. его Минь began to... Тремновато. Начал что? Вонде. Странство. А что там? Я не понимаю. Наверное, мне даже заканчивают с рыбой. Я не достаю. А вот. А-а-а-а. Все. В ответ на мою просьбу пояснить это, он сказал, что началось с мелочи. Он словно шел по лабиринту, будто бы брел по нему на ощупь. А-а-а! Я зашла в тупик. Потом появилось что-то еще. пищу. И пищу. И жабы. Ага. Ага. Я забила, что-то еще? Воу. Класс. И пищу, которые не именят. Твари, которые не именят. Он не знал, что-то еще. Он понимал, что все это только в голове, может, найдут рыбу как-то братья, или обойти, наверное, вариант, или вариант, что-то прикольно, смотри, на монотонной работе, ну, я понимаю, что сейчас, наверное, уеду конкретно чувака, а дело в другом, на монотонной работе реально сходишь с ума, тут, традиционно, я бы не хотела такого работать, но только если бы я хотела, чтобы меня реально стали в покое, но не на длительное время, отлично, мы открыли, но он относился ко всему всерьез, у меня были надежды, что со временем он найдет себя, класс, мы из какого-то угрита в замок приперлись, прикольно, может, рыба уберется вообще отсюда, или сейчас мне новую, да, надежды нет, это неудобно смотреть, спасибо, прикольно, сейчас будет суперфайна, но он нашел большее, прикольно, 3D мир, I worried about him then, daydreaming at the cannery, I spoke with his boss, But he said Lewis had become a model employee, methodical, tireless, focused, like a whole new Lewis, so I let him go on. Мне казалось, что все к лучшему, наверное, зря я читаю, вы, ну, эти штуки видите, но, на всякий случай, я как-то таки. О, она сейчас ждет решения, он даже заслужил от меня похвалу. Поначалу-то выглядело многообещающе, и он сказал, что у него появился на выдру. Обожаю игры, где у нас есть какие-нибудь животные, типа собак, или, ты не знаешь, там, воронов, или не знаю, кого угодно, офигенно, или драконов, или волков, обожаю эту книгу, серьезно. Я хочу пройти эту игру, можно мне, пожалуйста, целую версию? На окраине города, который он назвал Ютопии. Может быть, это странное название. Я спрыгнула, а я хотела в лагерь сойти. Ладно, не важно. Окей, Ютопия. Я так не знала, что сделать с рукой, да? Что бы сделать с рыбой, м? Он построил город медленно, кирпичик за кирпичком. Класс. Потом он придумал музыкантов. Шикарно. И сочинял для них песни. Блин, и танцоров вот этих вот великих. Он рассказал, что с вами был. Ух ты. И он вечно что-то не чувствовался под нас. Кирпичикovan. И по темам-то великих. Он было красиво. В потенде. Все же, приятно сначала не записывал. Нет? Я не знаю, что бы ничего. Но я не хотел. Я не хочу как-то не промарать. Я не хочу больше. Я не хочу никак. Я не хочу. Ну вот это. Он не говорил. Я не говорил, что... Я не говорил. Но орудовал ножом с неизменной четкостью. Да. Простите, ладно, хорошо, хорошо. Мне кажется, что я работала. И все, работала. И однажды я его вдруг ощунила. То есть все эти копы и даже камни у него под ногами. Все, все, все. Все, что он может делать, что он делает. Понятно, что он может делать все, что он делает. И он сделал что-то. Простите, не сюда. Я же только королу. Он устроил выбор мэра. И выиграл на победу. Что за отсылка к Марио? Лёвис, Лёвис, ты мэр. Они попросили его оставаться. Но его мозг уже спрашивали. Они помогали его оставаться. Но его вместе уже оставались. Это было играема для него. Так, ну-ка. Вот. Вот. Он исследует новые миры и государства. Как круто. Покорей в очередной город. Он сразу же двигался дальше. Сюда? А. Нью-Люис. Нью-Йорк? Ха-ха. Вот прикол. Нью-Йорк. Сент-Люис. Сент-Люис. А, есть? Нью-Кла? Нет. Как Москву-то. Вьюис переделать. Он начал спрятаться от нашей реальности. Ну-ка. Это что? Минне-Апплес. 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 Удив, мол, он просто забыл уйти, с завода домой. Смотри. Карен. Смотри. Минне-Апплес. Как не увещевала его мать? Сейчас Льюиса и Минтонина пыла вперед. Так, а все же, как он умер? То, что он сошел с ума с... Так, в Льюисберге он узнал о том, что где-то и есть прекрасный принц или прекрасная принцесса. Принц! Я не знаю, ну принц, это же я. Принц. И что? И калычок. Это прям по матери, он все еще взял. Принц был на своем quest. Принц искал любительные зимеев и милчезарные радуги. Радуги. Конечно, радуги. Я серьезно. Радиант рамболи. А, где что? А, где что? А, почему еще радуги? Ну, пропустили, одну подумали. Ну, вторую. Итак, уже важно. Так, он шел за звуками его инструмента под названием. Что электрическая ситара? Ситару, давайте. Я как ситарист хочу ситару. Электрическая ситара. 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 Погоня. Погоня. Привела его к Золотому дворцу, к востоку, от солнца, к заплату. Очень прекрасно. Даже тогда с логикой у него все было в порядке. Блин, вот вы мешаете, ребят. Серьезно, прям мешаете. А, блин, если она ее докидала? Ну, кому она? Собака. Идем. Что от меня убегает? Он понимал, что этот мир существует только в его воображении. И что все равно прикольно? А, это есть этот принц? А, он убегает, да, от меня? Окей. Однако он очень гордился тем, что все это создал. Мы тоже башни с вами выдуманными мирами. Так. Собственно, в глазах он был уже больше, чем король. Он был, как Дейли и Эрис Таргарет, но, по крайней мере, очень похожий парень. Вот эта сцена. Ну-ка. Дубри, ты меня бесишь вообще? Думали, это октября, когда он не добивался успеха в реальном мире. Это было настоящим путешествием. Так. А, ему вдруг пришло в голову, что настоящий Луис... ...поспорил в гостях. Не то, что кромсает рыбу, а то, что поднимается по ступеням золотого кольца. А, это было самоубийство, да? Да. Моя и мягинация, как мой тело, он сказал мне. Возвращение не мере реального, чем тело говорили. Это было трудно с ним. И с этим было трудно поспорить. Как же красиво вообще. А можно назад? Пожалуйста. Блин. Выстебятесь. Я не хочу в реальный мир. Мне плохо. Да блин. Они... Они... Я типа думала, эта история реально завершится в том прекрасном мире. И сейчас типа... Ну, будет вид тут... Ну да, в первого лица. Но не такой, в смысле. В сказочной этой стране. Потому что она сначала была сверху. А потом 3D, изометрия. Как бы так сказать без мата? Обманули. Обманули все ожидания. Черт. Ну, опять мы в каком-то, я не знаю... Сраном подвале, простите, конечно. Ай, самую прекрасную часть игры прервали. Я хочу в ту игру поиграть, в которой я только что была, а не в эту... Блиннский, блин. Что за фигня? О, я даже знаю чей-то шкафчик. Ну-ка, дайте с трех раз. Хм. Так вот откуда он у тебя историю дворца, наверное. С упаковки лапши? Он начал забыть о мире, который мы знаем. Я думаю, что это болит ему, чтобы вспомнить Луису. Думаю, ему неприятно было вспоминать Луису, стоящего у конвейера. Он начал относиться к тому человеку с царствием приземлением. И... И... У тебя даже рыбы нет. Самая ответственная работа. И... И что? Вернусь в ту страну? Я надеюсь. А, наверх, конечно, не пойти. Фич. Написано. Надо наверх. Но это, знаете, странно. Ё-какой я большой. Я реально персонаж из той выдуманной игры и мира. Я все равно думала, что я могу спасать его. У меня все еще была надежда спасти его. Даже после того, как он сказал, что он был проран, он сказал, что его коронуют как правителя всех чудесных земель. Участливо, Дейнерис. И... Он... Вот в дворце были все его товарищи. Эй. Здоров, ребята. Вот даже тут меня не понимаю. Правда, они напомнили, потому что очень сильно по расцветке. Но, тем не менее. Просто реально. Он был импульсом, который достаточно подавал в нас. Вот, мухи. Только советов на его, чтобы он не подавал в нас сегодня. Но, конечно, не знаю. Советов еще так. Вот, что за камерой-то? Ну, вообще, ну, типа, страженьки у него. Не знаю, что. Принц ждет, держа за кровью. Принцесса, это реально как-то очень много сейчас. С принцем тут получилось, а? С принцем, да? Черт! Только одна вещь осталась сделать. Принцесса. Это же гильотина, да. Это его способ самоубийства. Вот на этом заводе. Вот на двери или как. Слышь. Какая жуть. Какая жуть. Миссис Финч, ваш сын был хорошим человеком, и по нему будут скучать все, кто его знал. С искренними соболезнованиями. Доктор, что тут там? Он был замечательным. Хотела бы я вас познакомить. Самый крутой чувак, мне кажется. Хей-хо, на связи Пассет Марк. Огромное спасибо, что посмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, и вы хотите поддержать меня, то подпишитесь на канал. Всем спасибо, всех люблю, и до встречи в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok